Ну что ж, коллеги, вы знаете, я пришла к вам сегодня с непростой темой, в которую сама погружаюсь, и, наверное, профессиональное сообщество не вправе игнорировать то, что реально происходит вокруг. Психологи, они тоже на передних рубежах психологического фронта, и мы сейчас в нашем профессиональном сообществе периодически собираемся и думаем, что и как, самое главное, мы будем делать, насколько мы готовы профессионально принять тех людей, кто у нас считается в статусе участников и пострадавших. Соответственно, я начну с определения, а потом буду приводить примеры, каким термином мы всё-таки пользуемся. Мы это обсуждали в том числе с психиатрами и в том числе военными. Профессор Литвинцев уже часто выступает у нас по Санкт-Петербургу. Обратите внимание на его доклады тоже. Мы берём термин «комбатант», сражающийся в переводе с французского языка. То есть эти лица, которые входят в состав вооружённых сил государства, это в том числе добровольцы, которые ушли в зону военных действий, это ополченцы, партизаны, различные движения, внутренние сопротивления. Это те, кто являются представителями одной из конфликтующих сторон и имеют право держать в руках оружие и выполнять все боевые задачи. Но не только там находятся в этой зоне СВО комбатанты, это и нон-комбатанты, те, которые не участвуют непосредственно в боевых действиях, но мы смотрим их репортажи, мы видим, как там работают священники, как они тоже попадают в плен, как они подвергаются психологическому и другому насилию. Это разные гражданские служащие персонал, ну и, конечно же, наши доблестные медики, они имеют применять право оружия только в целях самообороны, но в военных действиях не участвуют. Соответственно, когда мы говорим о боевой психической травме, то тоже придерживаемся именно этого термина – боевая психическая травма. Существует много здесь, как всегда, терминологических разночтений. Кто-то из коллег нам всё время такой запрос озвучивает – расскажите про ПТСР у военнослужащих. Дело в том, что ПТСР у военнослужащих – это одно из многочисленных проявлений в их психическом состоянии, с чем мы можем реально иметь дело в нашей психологической и в том числе клинической, да, психиатрической практике. Поэтому термин «боевая психическая травма» – он намного шире, чем посттравматическое стрессовое расстройство у комбатантов. Мы говорим о том, что вот эта группа боевых расстройств, острых и хронических, она очень обширна. И, как всегда, у нас в психологии всё зависит от каждого конкретного человека. То есть есть человек, мы его исследуем и выбираем те методы вмешательства, в том числе и, может быть, фармакотерапию, если она понадобится. Здесь, конечно, с такими участниками СВО мы желательно работаем только в совокупности с врачами, вот тот самый междисциплинарный подход здесь неизбежен. И мы говорим, что если человек оказался вот в этой ситуации, она длилась для него определённое время, то, конечно, возникают по различным причинам, под влиянием разных факторов, проявления вот этого боевого стрессового расстройства. В итоге, конечно, эти люди будут нуждаться в ресоциализации, как минимум в повторной адаптации после того, как они вернулись сюда, на мирную землю. И структура вот этих разноплановых психических расстройств у комбатантов определяется, в том числе, преобладанием невротических либо других связанных со стрессом расстройств, а ПТСР составляет где-то по разным данным 67%. Да, ставят диагноз посттравматическое стрессовое расстройство. То есть вот этот профиль симптомологический боевых ПТСР, он всё-таки может быть каким-то образом типизирован, и можно выделять здесь три базовых клинических варианта и обращать на них в своей психологической практике. Это тревожно-эксплозивный, диссоциативный и апатический. Обещала примеры. В воскресенье по «Россия-1» смотрела репортаж, такой развернутый, о том, как проходит реабилитацию, например, в Москве, в нашей клинике Росгвардии. И там специалисты, в том числе и клинические психологи, делятся своим опытом и говорят о том, что некоторые из тех, у кого были ампутированы конечности, вообще не хотели вставать с постели. Это проапатически. И ушло много сил и времени, чтобы их просто поднять с постели, потому что они не видели никакого смысла в своей жизни. И то, что сейчас сделали специалисты и нам показали в воскресенье, это, конечно, заслуживает не только похвала, а восхищения. Там все у них хотят жить, и кто-то вообще собрался после этих тяжелых ранений, даже имея ампутацию, вернуться обратно туда, в зону СВО. То есть это все делать реалистично. То есть миф о том, что человек пришел с войны и спился, знаете, это уже не очень современно, потому что те же самые протезы, которые им ставят, они настолько электронные, удобные, и любой комбатант заказывает себе этот протез, говорит, какие бы функции он хотел туда заложить. И сейчас все это для них делается, и это не сказки. Ну и наша военно-медицинская академия, безусловно, приняла тоже и принимает по-прежнему очень тяжелый раненый контингент. Но не буду сейчас я во все это погружаться. Я просто вам прокомментировала, что действительно среди тех, кто получил боевой вариант ПТСР, это расстройство, есть люди, люди, не понимающие, не желающие жить, и часть из них, к сожалению, уже покончила с суицидами, они возвращаются после госпиталя к себе в город, на родину, и через два дня уже уходят из жизни. Такие случаи уже с коллегами мы тоже разбирали. Поэтому мы здесь очень по-разному себя ведем. Надо уметь здесь выбирать даже нужные слова, потому что здесь любое слово либо оттолкнет военнослужащего, либо, наоборот, вы этим словом к себе притянете. Но тот же самый тревожно-эксплозивный тип, он когда лучше все-таки реабилитируется и успешно, устойчиво проходит ресоциализация, когда мы не просто занимаемся психологической помощью, а еще выстраиваем то социальное окружение, помогаем ему, существующее, либо вновь создаваемое для него. Потому что обычно после всех этих военных историй жизнь человека существенно меняется. Что мы еще должны знать? Мы иногда имеем тоже такие примеры, когда человек оказался в зоне военных действий, и у него возникла острая реакция на стресс. В эти моменты он все воспринимает человек как жизненно опасное, теряет контроль над собой и перестает, соответственно, логически рассуждать. Вчерашний пример мы обсуждали с нашими клиническими психологами. У нас там как раз в рамках работы вот этой медицинской комиссии при комитете здравоохранения шла аттестация. И мы там были в комиссии, обменивались, соответственно, там разными кейсами. Вот. Вот один из кейсов. Молодой человек пришел в военкомат, чтобы отметиться. Это осень 2022 года. С ним переговорили, он подписал контракт. Его погрузили и повезли под Белгород. Его опять погрузили и повезли под Мариуполь. Высадили в лесополосе, дали лопату и сказали, установка такая, чем глубже закопаешься, тем больше шанс выжить. И таких было там из десяток не один человек. Вот. Лесополоса, осень, лопата. Начали копать. Подъезжает, как он рассказывает, вот такая дура со снарядами, отстрелялась ровно две минуты, уехала. У них обраточка к ним прилетела. Начались взрывы, ну, понимаете, со всеми разными последствиями. И он вместе с другим своим товарищем вскочил и побежал. Куда бежал? Хорошо, что в нашу сторону. Как-то вот интуитивно выбрал. Добежал. Его наши останавливают в бронежилетах, спрашивают, вы вообще двое что здесь делаете-то, вы откуда? Они говорят, мы бежим. Ага, ну, проходите, давайте побеседуем. Вот. Вы зачем сюда прибежали? Они говорят, сказать, что там плохо, там что-то надо делать. Ну, вот, понимаете, вот такое поведение человека, который просто неожиданно оказался в зоне СВО. И таких примеров большое количество. То есть молодой человек там 20 плюс с лопатой в лесополосе, и всё, началась бомбардировка. Вот. Поэтому вот эти реакции острого боевого стресса – это как бы такое начало у многих, кто там оказывается. А далее по мере нахождения человек вынужден адаптироваться в этих условиях. Здесь уже никакие книжки, фильмы не помогают. Да, вся эта подготовка, это всё замечательно, но сами понимаете, там всё уже происходит, как происходит. Вот. И, конечно, мы, психологи, прекрасно понимаем, что у человека есть определённые личностные, волевые качества и свойства, и они там имеют очень большое значение. Морально-нравственная основа личности – вот это всё в совокупности будет давать эффект адаптации и, по сути, в итоге выживаемости. То есть человек, даже если очень хочет во всё это встроиться и видит в этом для себя смысл, ещё надо суметь это сделать. И вот, конечно, на наш взгляд, вся эта профилактика бы не помешала. Но, опять-таки, чтобы мы там красиво не говорили, сидя в креслах, в кабинетах этим людям, всё равно там всё будет снесено. Несколько взрывов вокруг, стоны смерти, и все наши консультации на этом закончатся. Всё-таки это острое стрессовое расстройство в боевых условиях. Соответственно, если это всё продолжается, либо будет носить потом отсроченный характер, то мы считаем, что вот эти боевые посттравматические расстройства, они затянувшиеся, отсроченные. Условно, человек получил адаптацию для вот этих экстремальных условий боевых действий. И, безусловно, психика так начала перестраиваться, чтобы приобретать гибкий приспособительный характер. И когда мы с вами видим замечательные музыкальные ролики в интернете, как танцует и поёт ЧВК Вагнер, это очень хорошая адаптация. То есть это замечательно. И когда мы сейчас проводили семинары с ветеранами боевых действий, которые прошли не одну войну, то есть обучали психологов, то они нам показывали свои архивные материалы, видео, да, вот этих всех южных войн, да, Чечня, Кавказ и прочее. Они обращали внимание на то, как много они там смеялись. То есть всё это заканчивается не истерическим смехом, а тем, что у них вот эта боевая слаженность потом выглядит как хорошее чувство юмора. Ну, понятно, без мата не обходятся, но, господи, профессорам и теряться, ничего страшного в этом нет. И вот эти парни, они действительно оттуда потом даже не хотят уходить, они туда возвращаются, потому что они так объясняют, что там так хорошо, где нам никогда так не было. То есть там вот я значим, я там вот и царь и бог. И, конечно, вот этот весь приспособительный характер, он во многом зависит, как мы уже упомянули, от разных факторов. И вот сейчас немножечко о них тоже скажу, потому что когда психологи принимают на консультации этих людей, они, например, забывают спросить, а как вы жили, как вы лопаты копали, да. Это всё надо спрашивать. С этого и надо начинать, чтобы какое-то доверие к себе заслужить. Какие условия были для вас малоудобными, как бытовые вопросы вы решали, как вот это всё минное заграждение вы себе обеспечивали, как вы во всём этом участвовали, а питание какое. То есть прийти туда, как бы вырыть себе окоп, а потом жаловаться на плохие бытовые условия, наверное, это не тот формат, который способствует адаптации и всем этим приспособительным реакциям. Мы прекрасно понимаем, что там в какой-то момент туалетной бумаги-то не будет, а туалет ещё надо поискать. А где он? Я так немножко иронизирую, но просто когда мама нам рассказывает, что он туда поехал, а у них там нет условий нормальных для проживания, или как из Москвы волонтёрша прибежала на психологическую помощь. Ей стало скучно в Москве, ей 50+, и она подумала, что надо съездить туда куда-нибудь на Донбасс. Ну, многие едут из её знакомых. Она туда приезжает и в холодную сорокоместную палатку. Бац! И разместили. И она такая, не хочу быть волонтёршей, здесь туалета нет нормального. Это вообще про другое. То есть эти люди по разным причинам там, наверное, как-то не будут долго задерживаться, потому что вот мама с борщом не приехала на передовую. Поэтому здесь многие из тех, кто там оказался, пережили очень серьёзную вот эту острую стрессовую реакцию, потом взвесили все факторы внешней среды, потом посмотрели, коппинги никто не отменял, как это делают старшие, мудрые товарищи опытные, и начали им в хорошем смысле уподобляться. А потом уже поют песни, играют на гитаре и снимают разные видеоролики. Как нам показывали на видеозаписи участники этих Кавказских войн, представляете, идёт боевая операция, там противник, горит дом, идёт стрельба, и один друг к другому поворачивает и спрашивает, а сейчас вот эту всю видеозапись ты на какую флешку делаешь? Вот, вот это адаптация. Ну ничего, кто стреляет. Ну ничего страшного, ну что, в каждый день стреляет. А флешку там нормально, ты загрузил, там хватит гигабайт нам. То есть вот эти все патогенные факторы, они в комплексе воздействуют, вот, и, скажем так, человек станет, ну, настоящим таким закалённым, личностно устойчивым. Вот, и вы скажете опять, ну что вы нам тут мифы всякие озвучиваете, вот они вернутся сюда, и всё будет плохо. Ничего подобного. Вот у нас открыта с 1 сентября кафедра психотерматологии, и одна из наших выпускниц, она полковник, работает во ФСИНе, УСИН, да, вот это уголовная исправительная система наказания. Вот, она этих бывших комбатантов там гоняет, как мальчиков. Так она такая большая, мощная женщина, говорит, идите сюда. Вот, и мы с ней проводили как раз очень интересное исследование. Вы знаете, что сравнивали? Это просто так для понимания, да, что вот те, которые оттуда вернутся, у них не всё плохо. Вот, она взяла две выборки. Одни, которые пришли с гражданки и курируют всех тех, кто лишён свободы, да, вот в этих тюрьмах, а другие, которые пришли с боевых действий когда-то, бывшие комбатанты. И вот эти две группы, она сравнила. Знаете, как они радикально отличаются? Те, которые с гражданки пришли, у них алкоголизм, да, гаджет-зависимость очень серьёзная, тревожность повышенная, у них все признаки такого посттравматического стрессового расстройства по разным причинам, они плохо организованы, всё время опаздывают и вечно чем-то недовольны, то есть у них такой сниженный фон настроения. А те, которые пришли из зоны военных действий, они очень редко алкоголизируются, они очень любят заниматься спортом, они всегда приходят вовремя, либо заранее, они очень бдительны и быстро реагируют в каких-то непростых ситуациях. То есть вот эта группа бывших комбатантов по всем психологическим тестам, они каждые полгода их тестируют, у нас есть эта система отслеживания в УСИН, показывают весьма высокие результаты по сравнению с тех, кто вот там находится, не пройдя все эти военные действия. Конечно, мы можем здесь еще сказать о реакциях боевого стресса. Например, патохарактериологические реакции, они объединены в такое понятие, как комбатантная акцентуация, можно почитать работы Лыткина. Это такие типичные, ранее описанные изменения личности, которые проявляются с точки зрения расстройства адаптации. Там могут быть и транзиторные расстройства личностные, либо более очень серьезные расстройства адаптации с изменениями в поведении. Транзиторные, которые возникают по мере усугубления боевой обстановки, например. И, конечно, если вот эта комбатантная акцентуация оказывается по разным тоже индивидуальным причинам весьма выраженной, то человек будет отличаться патологическими личностными реакциями, там будет изменено поведение. И здесь будут большие трудности в плане такой устойчивой адаптации. Второй здесь тип реакции – это невротические, тревожные, депрессивные, смешанные, тоже обусловленные расстройством адаптации. Это такой комплекс достаточно разрозненных вот симптомов невротического регистра, которые порой в индивидуальных вариантах тоже не оформляются в какую-то структуру отдельно такого выделяемого синдрома. Они обычно не сильно препятствуют функционированию и потом воспринимаются после окончания участия в боевых действиях как дополнительная трудность. И вот здесь как раз консультации клинических психологов очень-очень могут быть полезны. Ну и третий уровень – это остро-аффективные реакции, потому что в зоне СВО люди переживают эмоциональное напряжение, и это носит длительный характер, придумывают способы редуцирование его, и все эти эмоциональные поведенческие все эти переживания и действия, они, конечно, связаны с тоже восприятием всего происходящего, с умением встраиваться с гибкостью приспособленческой этих участников. Но считается, что как только человек оказывается в спокойной обстановке, тоже он будет стремиться в целом к нормализации. Ну и мы, безусловно, в рамках сегодняшнего доклада будем потихонечку заканчивать и скажем, что вообще можно использовать в своей работе такой тоже термин, как компотентная акцентуация личности, потому что здесь мы понимаем совокупность приобретенных в результате боевого опыта и выборочно закрепленных среди ранее существовавших личностно-характериологических особенностей у людей. И, конечно, часть из них будут способствовать ресоциализации. Потом человек устойчив, как мы привели пример, в тех же самых службах уголовно-исправительное наказание будет работать и чувствовать свою востребованность и значимость. А часть из них будет накапливать свой фон для возникновения более серьезных клинических и очерченных психических нарушений. И вот здесь, конечно, все эти зависимости – это очень такое непростое отягущение, с которым приходится все-таки справляться к тем, кто понимает, что попал еще и в этот плен. И со всем этим, конечно, надо будет постепенно разбираться. Готовы ответить на вопросы в рамках своей компетенции. Еще раз подчеркну, что всеми этими темами мы сейчас занимаемся содружественно со многими специалистами, в том числе с теми, кто не понаслышке знает, что такое условия боевых действий. Мы договорились, что у нас есть время, и всем докладчикам перед вами задавали вопросы. Так как еще есть почти 15 минут, то может быть даже больше, чем 3 вопроса. А у меня есть маленький комментарий еще. Доклада. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, капотанты очень часто переносят весь этот свой стресс, который они были на боевых действиях, на членов своих семей, на родственников, особенно на детей. И очень часто переносят всю эту стрессовую ситуацию в интимную жизнь на своих жен. Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь исследования по этому поводу, потому что очень часто сейчас это встречается с теми людьми, которые пришли с СВО. Да, действительно, это всегда было. Это все те проявления, которые входят в том числе в посттравматическое стрессовое расстройство. Если говорить языком нейробиологии, физиологическим языком, там амигдала, как центр тревоги, постоянно работает. То есть там есть эта кнопка, на которую нажимает человек, и даже легкие какие-то внешние воздействия воспринимаются им более выраженно. И из-за этого идут вот эти все трудности в приспособительных реакциях в процессе уже мирной жизни. Для таких военнослужащих десятилетиями разрабатывались программы реабилитации и психологической помощи, и очень много методов было благодаря этим экспериментам и исследованиям создано. Ну, предположим, есть такой метод лечения виртуальной реальностью. То есть спрашивают, в каких действиях как участвовал человек, создают это все в 4D формате, могут даже запахи туда добавлять и прочее, прочее. Вот, одевают ему очки специальные и там сеанс длится около 2-2,5 часов. Вот, он погружается и достаточно 10 таких сеансов, чтобы он переработал вот этот весь свой травматический опыт, чтобы нейрофизиологически мозг начинал перестраиваться и некоторые вот эти нейронные связи, которые сформировались, они, в общем-то, как-то двигались в сторону ослабления. То есть это такая задачка тоже междисциплинарная, очень интересная. Я прочитала в 2021 году доктор Фан Ли, это один из американских тоже исследовательских университетов, провела еще очень необычное исследование. Я об этом читала вот у выпускников военно-медицинской академии, а тут смотрю, американцы тоже этим занялись. Что они сделали? Они считали, что у этих людей для того, чтобы помочь им, нужно снизить реактивность, тоже на уровне трансмиттеров и прочих всех вот этих вещей. и тогда они предложили создать и создали и опробировали на компотантах бывших пептидное соединение, то есть есть так называемые нанопептиды. Они взяли две клинические группы. Первая группа это те, которым давалась традиционная фармакотерапия, а вторых лечили только нанопептидами. Те, которые попали во вторую клиническую группу, у них во-первых были достигнуты такие же результаты, но без всяких побочных эффектов, однако медленно, три раза медленнее, потому что все-таки белок, когда он встраивается в клетку и начинаются все эти процессы регенерации, они проходят неделями, а то и месяцами, в зависимости тоже от степени поврежденности. И в итоге у них у всех улучшилось настроение и они могли спокойно социализироваться без всяких побочных эффектов. То есть лечение нанопептидами оказалось еще одним способом, не фармакологическим, который можно применять для такой комплексной реабилитации бывших компотантов. Кроме того, существуют различные институты по изучению стресса, в том числе и боевого в Израиле. Там постоянно идут эти действия военные, ни для кого не секрет. И та же самая Эдна Фоа с ее учениками за много лет разработала клинически опробированный метод, тоже как помогать этим людям. И мы это как раз в рамках травматерапии все изучаем, мы это знаем. И получается, что нам в наших российских кабинетах надо подумать, как тоже с этим справляться. И в частности, когда я разговаривала с бывшими компотанами из боевых действий, в том числе в Израиле, они говорили, что их лечили активно гипнозом, метод гипноза применяли. Причем я этого человека уже знаю много лет подряд, мы с ним по сути постоянно на связи, сейчас он опять куда-то отправился в боевые действия. Он сказал, Оксана Владимировна меня гипнозом лечили. Он не выпивающий, он мотогонщик в себя в городе, участвует постоянно в соревнованиях, занимается, пошел учиться психологии, то есть метод гипноза ему очень-очень помог, он полностью восстановлен. Я не наблюдала у него за последние несколько лет никаких срывов, лет 6 уже такой лонгитюд у меня, лет 6. Что еще можно добавлять к методу гипноза, это один из тех, которые очень помогают. Это метод ЕМДР-терапии, но там, если ты неправильно выставил фокус вмешательства, ты навредишь. Это нужно быть все-таки, скажем так, в теме, человеком, и тогда этим людям можно существенно помогать, потому что мы вот эту всю феноменологию посттравматических стрессовых расстройств, мы же ее видим и изучаем на людях, например, мужчины, которого изнасиловали в детстве, мужчина, которому отрубили руку, женщин, которых насиловал отец с младшего школьного возраста многократно, систематически на протяжении многих лет. То есть к нам приходят вот эти люди с посттравматическим стрессовым расстройством, они чудом, как считают, выжили в каких-то условиях домашнего, извините, воспитания, и то, что мы делаем с ними, абсолютно можно смело экстраполировать на вот этих людях, побывавших в зонах СВО. То есть там механизмы у мозга по сути те же самые, только надо смотреть на личностные качества и характеристики. Здесь самое главное как сказал бы хирург правильно сделать надрез. Так что можно махать какими угодно ножами, а в итоге не то отрежешь или не так, или не туда пришьешь. Поэтому я коллегам, когда провожу эти семинары, ставлю одну из задач понять для себя, можете ли вы с этим работать, зачем все сейчас будут этим заниматься. Приведу пример трехдневной давности коллега все это послушала, вроде бы опытная наша ученица магистратуры говорит, ой, у меня тут знакомая, просила вам передать вопрос, а вопрос следующий. Я написал молодой человек, написал в телеграмм, он в каком-то сибирском городе, вот, и сказал, что ему очень плохо, он не выходит из дома, и у него отсутствует член, ему отрезали, у него нет там одной конечности, второй конечности, и он может переписываться только в телеграмму, просит психологической помощи. И они задают вопрос, как ему оказывать психологическую помощь. Мы говорим, друзья, мы вам только что с психиатром пять раз объяснили, с чего вы взяли, что он бывший комбатант. Вот вы собрались оказывать психологическую помощь, он же вас попросит завтра голую грудь прислать, понимаете, фотографию. Вы с чего взяли, что он бывший комбатант? То есть получается, что у нас, у населения ещё и существует такая, знаете, профессиональная безграмотность совершенно откровенная. Мало ли кто вам что напишет в интернете. У нас были случаи, когда там у психологов просили это, как-то секс-с по видео, да? Телефон. Да, да, есть даже специальный термин для этого. Вы, скорее всего, столкнулись с обманщиком, скажем так, мягко, который спекулирует на этой теме, и сейчас у вас начнутся стрессы у самого психолога. Поэтому у нас очень много людей с истерической такой компонентой, которая вам рассказывает то, чего никогда там не было. То есть поэтому прежде, чем приступать к помощи, здесь существуют определенные протоколы по определению того, кто сейчас находится перед вами. Если вы чувствуете в себе эти профессиональные силы, давайте. Поэтому тема профессионально сложная, неоднозначная. И когда-нибудь каждый из нас с этим встретится, и хотя бы нужно научиться с этим правильно быть рядом, хотя бы слушать. не надо никаких наших комментариев и рекомендаций. Может еще вопросы, Асан Владимирович? И простите, увлеклась. Вот у нас лидер по вопросам в нашей аудитории, а мы решили, что аудитория определяется по качеству вопросов, пока вопросы очень хорошие, я думаю, что аудитория не будет хуже задавать, и вот лидер, пожалуйста. задали мне какую-то ответственность. Но на самом деле у меня вопрос перекликается с тем, о чем вы сейчас рассказывали, но у меня такой вопрос был, вот я как психолог, допустим, и вот передо мной лежит 20 лет парень, у которого с войны пришел, и вот у него нет руки, ноги, не знаю чего, и вот в этот момент я как психолог, я что ему должен сказать вот именно человеку, который уже пережил войну, вы рассказали это с точки зрения психотерапии, то есть гипноз, техники, там какие-то машины, которые передают запахи, это все как будто бы внешнее воздействие, а именно когда я коммуницирую как человек с человеком, я ему что должен сказать, я ему должен сказать, вот есть два вида восприятия этого, первое восприятие это ты герой, ты молодец, ты супер класс, спас страну, а есть второе восприятие, это то, что ты бедный, тебя послали туда, как же так, все плохо, и вот какая стратегия вообще происходит в общении, в коммуникации, я должен его выводить, чтобы он чувствовал себя как героем, или я должен с ним проплакать эту боль, переживания, и то, что все такое, как несправедливо это все, вот у меня такой вопрос, что сказать на слова, первое, что вы должны спросить, ну и как здесь вас кормят, вот что вы должны спросить, как вас здесь кормят, может воды принести, или есть вода, а на фронте там как кормили, да, вот, этих людей не надо никуда везти, у них уже все свое сформировалось, если они туда вас пустят, тогда вы зайдете, но сами мы туда не лезем, если коротко, а главное. Спасибо, Спасибо. Эту дискуссию можно дальше вот продлевать, вот, я думаю, всем нам есть о чем подумать, и спасибо за предоставленную возможность. Я хочу сказать, что всем есть о чем подумать, есть очень разные техники помощи, людям разные техники и технологии, консультирование, поэтому, да, огромное спасибо. Так, друзья, мы заканчиваем наше пленарное заседание, всем, кто дальше будет выступать, я желаю успеха, и спасибо нашей замечательной академии, которая организует такие семинары, научно-практические конференции. Всего доброго, да, счастливо.